Расскажите о ваших самых стыдных детских поступках. В классе геометрии был один парень, который постоянно издевался надо мной. Однажды после того, как я уже не мог это терпеть, я вытащил свой телефон и стал притворяться, что разговариваю со снайперами, обученными следовать за людьми, которые были со мной грубыми. Мне все еще становится стыдно каждый раз, когда я об этом вспоминаю. Мне было примерно 15 или 16 в то время. Намного больше, чем должно быть для такого уровня идиотизма. Я сказал тому парню, что у меня есть люди, следящие за ним, и что ему следует оставить меня в покое. Иначе он только размеялся мне в лицо. Ах да, это произошло перед группой людей, так что они все подумали, что я слабак. Когда мне было 11 или 12, если мне кто-то нравился, я находила родителей этого человека в телефонной книге. Их номер телефона на белых страницах. Узнавала их адрес, а затем пытаясь произвести на него впечатление, я говорила ему имена его родителей, номер стационарного телефона и адрес. Я в буквальном смысле была серийным сталкером, и почему-то никто ни разу не пожаловался на меня. Я девушка, и возможно, поэтому никто не считает это жутким. Нет, я больше этого не делаю, и да, я понимаю, что это было совершенно неприемлемо. В средней школе я была просто капец какой кринжовой, но это в прошлом. Мне 39, и я все еще думаю о своем первом почти поцелуе. Он был таким неловким и конфузным. Мне было где-то 11-12 лет. Я была в лагере, и мы играли в бутылочку. Я была очень наивной маленькой девочкой, и толком не понимала, во что я вляпалась. Бутылочка остановилась на мне. Я встала, чтобы поцеловать более взрослого и намного более опытного мальчика, сидевшего напротив. Я, как и требовалось, широко открыла рот, чтобы поцеловать его. Он отступил, взглянул на меня и сказал просто Мне нравился один мальчик в художественном классе, и я узнала через общих друзей, что он живет в паре кварталов от меня. Поэтому, вместо того, чтобы просто поговорить с ним в школе, как сделал бы любой вменяемый человек, я решила, что привлеку его внимание, если выкрадусь из своего дома в 4 часа ночи с большим пакетом мусора, пройду прямо к его дому, разбросаю мусор по всему газону, затем позвоню в дверь и убегу домой. На следующий день в школе я спросил этого парня, не случалось ли ничего странного у него дома прошлой ночью. Когда он сказал, что случалось, я призналась, что пранкануло его семью. Он неловко ответил Ммм, окей. И не разговаривал со мной несколько месяцев после этого. С чем я вообще думала? Моя уборщица, дневная сиделка, подарила мне свитер в мой 12 день рождения. И я сказала только, это все? Она немного расстроилась и ответила, что больше ничего не могла себе позволить. Она умерла от рака, когда мне было 15. Мне так и не удалось перед ней извиниться, потому что была недостаточно взрослой. Надеюсь, она не так много об этом думала, как я. Я была избалованным ребенком и не оценила подарок, на который она не должна была тратить свои деньги. Это смущает меня больше всего по сей день, потому что я конкретно облажалась. Я вела себя как сволочь, а не как человек. С тех пор я изо всех сил стараюсь оценить каждую мелочь, которую кто-то делает для меня. Независимо от того, насколько она велика или мала. Буду считать это способом извиниться перед ней. Я помню, как в пятилетнем возрасте спрашивал маму, почему люди выходят замуж. Она сказала мне, что когда два человека очень любят друг друга, они могут прожить вместе всю жизнь. Это звучало вполне логично. Позже, когда я увидел по телевизору, как кто-то делает предложение, и мне в голову пришла мысль, что я люблю свою маму и совсем не против жить с ней всю жизнь. Тем же вечером у нас были гости. Я где-то нашел цветы и прямо посреди их разговора за ужином спросил. Мама, ты выйдешь за меня замуж? Стоит ли говорить, что мне и по сей день это припоминают? Однажды в Рождество, когда мне было около 5-6 лет, я ждал в очереди в торговом центре, чтобы посидеть на коленях у Санта Клауса. Я решил, что хочу дать ему деньги, чтобы помочь накормить северных оленей. Так как мне было 5-6, мое пожертвование было всего лишь горсткой мелочи. В общей сложности у меня было центов 40-50. Настала моя очередь. Я сел на колени Санты и попытался дать ему деньги, но тут все они выпали из моей руки, прямо на его паховую область. Я тут же полез туда своими маленькими детскими ручками, пытаясь достать монеты. И Санта торопливо сказал, очень торопливо. Охо-хо, все в порядке, я достану их позже. И поставил меня на пол, чтобы я шел дальше. Итак, да, я лапал Санта Клауса. И да, это по-прежнему меня смущает. В средней школе меня пригласили на ночевку. Я взял с собой новую пижаму и все такое. Я был взволнован, потому что очень хотел дружить с этими девочками. И проснулся посреди ночи и понял, что обмочился. Мне пришлось пробраться в комнату, где мы поставили наши сумки, чтобы найти сменные штаны. Мне удалось найти только джинсы. Когда все проснулись, я объяснил, что мне стало холодно. Когда я сел в машину, мама сказала мне, что от меня дурно пахло. Я ответил ей, что это все из-за их собаки, которая спала со мной всю ночь. Однажды, когда я еще был мелким глупым ребенком, мы с моим отцом пошли к бабушке, чтобы она могла повидать меня в мой день рождения. Я знал, что она собиралась дать мне деньги, потому что она всегда это делала и потому что все бабушки так делают. Я не из богатой семьи и мне позарез нужны были эти деньги на что-то, что 10-летний считал более ценным, чем хорошо проведенное время с ней. И потому что иногда я вел себя как кусок дерьма. Вот уже конец полудня, а моего подарка нет. Поэтому я подошел прямо к бабушке, поднес руку, как попрошайка и в лоб спросил, где мои деньги? Должен сказать, что в моей жизни было много сложных глупых ситуаций, но в тот раз я достиг пика неловкости. Все еще вспоминаю лицо отца и то чувство полного стыда, которое у меня было все еще несколько дней. Я никогда не говорю об этом, потому что мне ужасно стыдно. И хоть прошло уже 20 лет, мне кажется, будто бы это было вчера. Мы с моей подругой играли с рабопсом или чем-то похожим, но в какой-то момент у него сели батарейки. Мы пошли в комнату родителей, потому что знали, что в шкафу у их кровати лежат батарейки. Мы начали рыться в ящиках и случайно наткнулись на секс-игрушку родителей и несколько ого-го журналов. Нам в голову сразу пришла идея пранкануть мою старшую сестру и закинуть все найденное ей в комнату. Тем не менее, мы решили, что это будет грубо, потому что она не была свидетелем находки. И ей это будет не так смешно. Мы забрали батарейки и вернулись к рабопсу. Короче говоря, моя подруга решила, что будет весело подбросить дерьма и журналы в мою комнату. Мне не стоило ей доверять, ведь как-то я вышел в туалет, она закинула их мне под кровать. Выходные прошли, а я все еще не подозревал, что было у меня под кроватью. Утром понедельника она подошла ко мне в школу и ухахатывая спросила, что сказали мои родители. Я не понял, что она имела в виду и она тут же все выдала. Дерьмо, что это было в школу. И ого-го журналы моих родителей лежат у меня под кроватью. В следующий кадр я бегу домой после школы, молясь, чтобы мои родители не заметили пропажу. Когда я пришел домой, мама странно себя вела. Она спрашивает, как прошел мой день. Я говорю, норм. Потом она с усмешкой сказала мне, что брала мою комнату. У меня сердце ушло в пятки. Я такой, черт, мои родители считают, что я умышленно стащил и использовал их дизда. Когда я поднялся в комнату, заглянул под кровать и там ничего не было. Они точно нашли дизда. Мне было настолько неловко, что я избегал родителей так долго, как только можно. Мне стоило просто сказать им, что это был пранк моей подруги. Но сама идея разговора с родителями об их дизда сводила меня с ума. Так что я просто ничего не делал. И по сей день они думают, что я стащил их дизда и ого-го журналы. И спрятал у себя под кроватью. Когда я рос, мои родители делали все, чтобы убедиться, что я не буду курить. Большинство моих предков умерло от связанных с курением заболеваний. Так что родителям можно было понять. Правда, они слишком тщательно промыли мне мозги. Однажды одна девочка из моей группы в детском саду не пришла на занятия. На следующий день она присутствовала, но была очень грустная. Мы спросили ее, что случилось. И она ответила, что ее бабушка умерла от рака легких. Я сказал, что так ей и надо. Учительница была недовольна. На следующий день я извинился настолько хорошо, насколько пятилетний ребенок способен извиниться. Но эта история все еще сидит у меня в голове. Было стыдно много раз, но расскажу про один случай. Мне было лет 17. Дело было весной. В то время, когда асфальт начинает высыхать. У меня в этот период наиболее сильно проявляется аллергия на цветение. Я шел и ел шаурму. Это было дико неудобно с заложенным носом. Но шаурма была такой вкусной, что я периодически отказывал себе. Возможности подышать ртом, чтобы пожевать. И вот шел я себе такой красивый под весенним солнышком в новом пальто. И то дышал, то поглощал шаурму. Когда увидел впереди девушку, ну совершенно неземной красоты. Стройная, с ухоженными длинными волосами. Тонкие, правильные черты лица. Осматриваю мысли на себя. Понимаю, что хорошо выгляжу. А единственное сомнительное, что есть в моем облике, это шаурма. Ну, шаурма и шаурма, думаю. С кем не бывает. И вот, когда мы поравнялись с этой замечательной девушкой, я поднял взгляд на нее, чтобы улыбнуться. Ей по типу, привет, детка. И то ли поперхнулся, то ли чихнул. Не помню уже, что именно привело к этой катастрофе. Но густая смесь пережеванной шаурмы и соплей обильно вылетела на ее бежевое, кашемировое, как сейчас помню, пальто. Думаю, что не буду пытаться передать ту смесь удивления, отвращения и презрения, которые девушка ответила на мою улыбку. Но самое неловкое, что я, оценив всю ситуацию со стороны, не смог не рассмеяться. Меня буквально сложило пополам, а из глаз потекли слезы. Хорошо, что не шаурма. Когда я немного отдышался, девушка уже уходила. Я понял, что не могу оставить эту ситуацию вот так. Бегом догнал ее. Дотронулся до плеча, чтобы извиниться, объяснить ситуацию, сказать хоть что-то, наконец. Но когда она обернулась, я снова не смог сдержать смех. В общем, такого качественного мата я никогда не слышал ни до, ни после. И мне до сих пор за себя стыдно. В детстве я была невероятно стеснительна и трудно сходилась с другими детьми. Не умела сама знакомиться. Я помню свое первое впечатление от себя самой в зеркале. Маленькая круглолицая девочка с редкими белобрысыми волосенками. И зовут меня Аби, фамилия С. И вот это я. Я так выгляжу и меня так зовут. Мне стало жутко стыдно. За внешность, за имя, за фамилию. Фамилию не люблю до сих пор. Моя стеснительность доходила до полного абсурда. Я стеснялась в транспорте передать деньги за проезд. Мама была в бешенстве, а мне было неловко обращаться к посторонним людям. С годами стеснительность прошла, но другие комплексы остались. Одно время корпоративы мне даже не нравились. Было приятно просто побыть там и понаблюдать за другими. Сейчас и этого уже не надо. Лучше книгу дома почитаю в тишине и покое. А так как многие еще не подписались на мой телеграм-канал, который, кстати, находится в описании под видео, я еще раз про него расскажу. Там я выкладываю интересные, смешные и жуткие истории. Короче говоря, еще больше контента с реддит. Только самое лучшее, интересное и только на русском языке. Так что в очередной раз советую подписаться. Там, кстати, спойлеры выходят. А на этом все. Если видео вам понравилось, поддержите его лайком и подпиской на канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых роликов. А вот два предыдущих видео, которые вы можете также посмотреть. Спасибо за просмотр. Всем пока.